Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем подключать ультразвуковой дальномер HCSR04. Поехали! Ультразвуковой дальномер определяет расстояние до объектов точно так же как делают летучие мыши, что-то вроде сонара. Он излучает звуковые импульсы на частоте 40 кГц и слушает эхо. То есть излучает звук, как только звук доходит до объекта, возвращается обратно в виде эхо. И в зависимости от времени, сколько прошло с момента подачи звука до возврата эхо, таким способом определяется расстояние. Ну и довольно точно таки. Я тестировал это устройство и он показал плюс-минус полсантиметра, сантиметр, примерно так. Более точно у меня как бы не получилось проверить, из-за того, что он не совсем точно измеряет. Проблема в том, что когда он излучает, его диапазон, вот этот градус, который расходится, он неровным углом идет. А он может с одной стороны чуть больше измерять, с другой стороны чуть-чуть меньше. Поэтому как бы в некоторых местах он может быть более точно ловить, в других местах чуть более хуже ловить. Плюс в том, что ему не нужен свет, то есть свет ему не помеха. Он видит абсолютно любые, практически любые поверхности, кроме очень пушистых. Например, там, кота персидского он может не заметить, потому что ультразвук поглотится шерстью. Ну и поняли, в общем. Давайте мы сейчас его попробуем проверить. Для этого заходим в Arduino IDE. И здесь выбираем инструмент, скетч. Подключить библиотеку, управлять библиотеками. И нам нужно скачать библиотеку для работы с этим сенсором. Она небольшая и называется она Ultrasonic. Вот она, эта библиотека. Она уже у меня установлена и ее можно использовать. Заходим в файл, примеры. Ищем, где она у вас находится, эта библиотека. И Simple выбираем. Здесь у вас будет пример уже, каким пином подключать этот модуль. Ground, ground плюс 5 вольт. И центральные трик и эхо. Вы здесь просто выбираете, куда какие подключать. Видите, здесь поставлен трик. 12, 13. У меня подключено это все к 6 и 7. Поэтому сейчас мы их так и напишем. Просмотрим сам скетч подробнее. Идет подключение библиотеки. Инициализация, каким пином подключен наш сенсор. И выводим это все в сериал. Пишем в сериал расстояние в сантиметрах. И дальше вот этой командой мы читаем значение с датчика. И задержка в одну секунду. Давайте мы сейчас это дело прошьем. Открываем сериал-порт. И говорит 32 сантиметра до моей камеры. Датчик-то ведь смотрит прямо в камеру. Давайте я сейчас попробую рукой провести. 11, 10, 9, 7. На руку, кстати, на пальцы. Он немножко криво реагирует. Если пальцами вводить, то он может прыгать. Немножко неправильное расстояние показывать. Поэтому лучше что-то другое брать. Я возьму вот коробочку с перемычками. Вот. И расстояние меняется. В зависимости от того, на какой объект он смотрит. Отлично. Датчик работает и вполне неплохо определяет расстояние. Ну, а давайте теперь сделаем что-нибудь интересное. Я предлагаю сделать охранную сигнализацию. Схема несложная. Здесь всего лишь стоят 3 светодиода, динамик и сам наш сенсор. Если мы посмотрим на схему, как здесь уже собрано. Здесь у меня стоит светодиодная линейка, бузер, динамичек и сам датчик приближения. Посмотрим теперь скетч. И заодно попробуем разобраться в принципе работы. Вначале подключаем библиотеку ультрасоник. Дальше определяем пины, к которым подключен наш датчик. Следующие пины определяют светодиоды, которые будут сигнализировать об уровне приближения и расстоянии. И также пин, к которому подключен наш динамик. Две переменные. Одна отвечает за уровень звука, вторая отвечает за расстояние. Инициализация нашего приемника. Определение пинов на выход. И дальше уже идет сама программа. И здесь довольно все просто. Считывается значение расстояния. И если расстояние меньше 30 см, загорается один светодиод. Меньше 15 см другой. А если меньше 5 см, то у нас срабатывает сигнализация. Загорается красный светодиод и пищит наш динамичек. Давайте мы сейчас это прошьем, этот скетч. И посмотрим, как он у нас работает. Скетч прошит. Так, проверяем. Есть реакция. Так, давайте тем, что будет видно. Вот здесь расстояние между 15 и 5 см. Приближаясь к 5 см. Сработала сигнализация. И не знаю почему-то, но светодиод чуть позже загорается, чем срабатывает пищалка. Давайте отодвинусь. Подальше я приближаюсь. Отдалился. Приближаюсь. Вот 30 см. Приближаюсь. 15 см. 5 см. Есть. Срабатывает. На таком принципе можно построить сигнализацию. То есть, как только кто-то прошел, датчик движения сработал. На пальце, кстати, видите, она через раз реагирует почему-то. На ладошку нормально реагирует. Классно все, отлично работает. Можно сделать на таком принципе сигнализацию. Если у вас вдруг сигнализация на инфракрасный излучатель не сработает, то на датчик движения в таком типе сработает. Работать с данным сенсором очень просто. Он очень легко работает, очень легко подключается без каких-либо проблем. Его легко настроить и можно использовать практически для чего угодно. Для любого устройства. Его часто используют в роботах и в робототехнике для определения движения, расстояния. Тем более, что расстояние он определяет довольно точно. Можно даже проверить. Вот я ставлю линейку. Здесь у нас примерно 30 см. Приближаю. И ровно на 15 см ведет реакция зеленая. Зеленый загорается. И щит чуть больше, чем 5 см. Светодиод загорается на 5 см. Довольно точный датчик. Его можно использовать в своих проектах. Я уверен, что у вас проекты будут классные и интересные. Подписывайтесь на канал. Пишите отзывы. Всем пока!